Всем привет, ребята! Скоро мы увидим обновление народного, можно сказать, смартфона, а именно Redmi K30s. Сегодня в сети появились первые тизеры данного устройства. Они были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. Там мы узнали ожидаемую дату презентации флагманского гаджета, а также новые подробности о его технических особенностях. Основные фишки смартфона это мощный процессор компании Snapdragon, отличный экран, который получил 144 Гц, а также большая аккумуляторная батарея. С вами канал Техноум, поехали! Итак, новый долгожданный смартфон от компании Redmi представят уже совсем скоро, а именно 27 октября. Сердцем смартфона Redmi K30s выступает мощный, энергоэффективный процессор Snapdragon 865. Что немаловажно, экран смартфона получит 144 Гц. Это действительно большой плюс, а не то, что мы видим сейчас на рынке в лице iPhone 12 или Huawei Mate 40 Pro. Также большим плюсом гаджета является аккумуляторная батарея, которая получила емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Ранее в сети уже появились первые технические характеристики. Redmi K30s. Смартфон получил дисплей на 6,67 дюйма. А вот разрешение, как и у всех конкурентов. Full HD Plus. Сканер отпечатков пальцев установили на боковой стороне данного устройства. По этому факту можно предположить, что технология экрана будет IPS. Аппарату также приписывают до 12 ГБ оперативной памяти. И накопитель объемом до 512 ГБ в разных конфигурациях. На тыльной стороне устройства разместилась основная камера с максимальным разрешением 64 Мп. Redmi пока официально не подтвердила дату презентации новинки. Но все-таки ждем. Однозначно данный смартфон получится очень и очень крутым. Потому что, как мы знаем, компания Redmi всегда выпускает очень хорошие смартфоны по минимальной цене. Которые предоставляют нам максимум возможностей. Они одни из самых крутых и мощных смартфонов на данный момент. Я имею ввиду, если смотреть соотношение цена-качество. Это действительно так. Китайцы уже давно, можно сказать, завоевали мир. Это очень огорчает. Потому что компания Samsung, компания Apple и так далее уже не знают, что делать. Чтобы их покупатели вернулись именно к ним. Потому что, как мы знаем, все больше и больше людей выбирают флагманы именно китайских производителей. Но K30s получился достаточно неплохой смартфон. Конечно же, сейчас на рынке они, можно сказать, все одинаковые смартфоны. Но будем ждать какой-то определенной фишки. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok